Продолжение следует... Тихое и безмолвное житие. Для кого-то это подлинная, радостная, плодоносная жизнь, а кому-то скука смертная. Пусть сильнее грянет буря. Дурь захватывает. Метеж и буря. Восстание смерти против жизни. Бунт хаоса против смыслов. Идет священная война вечности с временностью. Священная война церкви с мятежом. Московское подворье Троица Сергиевой Лавры, главного духовного центра Русской Православной Церкви, можно еще назвать посольством Лавры в столице. На протяжении ста лет подворье это служило резиденцией московских архиереев. Здесь жили те, кому суждено было возглавлять Русскую Церковь в то самое столетие, когда в России нарастали разрушительные силы, приведшие гибели огромную империю. Здесь, в минуты жесточайших борений, просили архипастыри у Бога открыть им свою волю. Как поступить? Что сказать? Какое принять решение? Святитель Божий, архиерей Православной Церкви – некий посредник между Богом и этим миром. Безусловно, это те люди, которые являются особыми ходатаями за духовенство и мирян, за народ Божий, за государство. Эти люди, которые являются особыми выразителями воли Божьей, наконец. Каждый святитель получает великую помощь Божию в том, чтобы вести посом их о спасении и чтобы просвещать своим учением, своими трудами то Отечество, в котором он живет. Все московские святители поднялись на вершину духовной власти от земли. Вышли из духовного сословия, которое по табеле о рангах Российской империи было чуть выше крестьянского. И родились, и выросли они не в столицах, а в провинции. И на российских окраинах среди простого народа. В этом доме, в подмосковной Коломне, в семье простого диакона, родился будущий митрополит Филарет Дроздов. Великий русский иерарх и выдающийся богослов. Смиренный инок и государственный деятель. Одаренный многими талантами и необычайными способностями, святитель Филарет быстро поднялся по ступеням церковной иерархии, и в 1821 году он в сане архиепископа назначается на очень почетную, очень древнюю московскую кафедру, на которой в 43 года становится митрополитом. Святитель возглавил московскую епархию в сложное время, когда высшие круги вместе с императором Александром I были охвачены нездоровыми мистическими иерами. Французская революция, которая повлияла на все мировое развитие, расшатала не только троны царей, но и ослабила основы христианства в Западной Европе. Люди потеряли традиционную прочную опору. И в поисках более устойчивой опоры стали искать что-то иное. И вот эта мистическая волна из Запада хлынула и на Россию. Она поражала умы русского человека. Отсюда стало развиваться вольнодумство и разные другие течения, которые как раковая опухоль расползалась по всему организму Российской империи. Одной из угроз вот в этой трудной действительности Александровского царствования была проповедь католицизма. И, что очень показательно, святитель Филарет оказался в центре борьбы за укрепление православных начал в русской жизни. В духе западных антиправославных идей был создан первый проект Храма Христа Спасителя. Митрополит Филарет решительно отверг этот проект. Тот проект, который был изначальный на Воробьево-горах, его никак не устраивал, потому что создавался он известным масонам Витбергом, идея которого состояла в том, чтобы сделать в Москве некое подобие Ватикана. И Господь не попустил, что замысел Витберга осуществился. Оказалось, что туда были заложены какие-то бешеные деньги в проект, и, как нередко у нас на России бывает, а за счет этого проекта очень многие поживились, деньги были, грубо говоря, разворованы. Новый проект был совсем в ином духе. Профессор архитектуры Константин Тон, используя русско-византийский стиль, создал образ державной России, стоящей посреди бурного мира духовной крепостью. 23 сентября 1829 года в Москве на Алексеевском холме святитель Филарет осветил закладку «Храма Христа Спасителя». Все строительство храма Христа Спасителя полностью было в попечении святителя Филарета, который постоянно рождал идеи. Именно у него возник замысел создания часовни внутри храма, по типу кувуклий, в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Святитель лично выбирал сюжеты для внешнего и внутреннего убранства храма. Заботясь о сохранении русской государственности и русской православной церкви, святитель Филарет, конечно же, был яростным противником всех революционных настроений, веяний и движений. В его высказываниях, его письмах содержатся многие пророчества. Одна настоятельница просила его благословения на то, чтобы иконы покрыть позолоченными ризами. Он говорил, что покрыть бы оно неплохо, ведь придет время и стерут. Или, например, он произнес проповедь, в которой предрекал, что как первый Иерусалимский храм был разрушен, так и многие храмы в России будут разрушены. Спасение России. Митрополит Филарет видит в христианском просвещении. Святитель составляет катехизис, основы православной веры. И начинает, быть может, главное дело своей жизни – перевод Библии на русский язык. Библия существовала на церковнославянском. И для большинства грамотных людей трудно было ее чтение. Как родилась идея перевода? Еще в 12-м году, когда впервые к чтению Евангелия обратился государь Александр I. Но поскольку на старославянском языке он не понимал его, он стал читать его на французском. Это же будет одна из страшных таких деталей, особенно первой половины 19 века, что высшее русское общество не разговаривало на своем родном языке. Викторий Фаворет начал дело перевода Библии на русский язык. По выражению современников, он стал душой переводного комитета. Себе он взял переводить может быть самое трудное и самое богодухновенное Евангелие от Иоанна. И если в церкви мы слушаем священное писание на церковнославянском, в ходе богослужений, то вернувшись домой, мы можем те же самые тексты прочитать уже на русском языке и еще раз вдуматься в их содержание и еще раз проникнуться тем духом, которым проникнуло все священное писание. По сути дела, в этом не стареющий подвиг святитель Фаворет. Что для нас значит священное писание? Это слово Божие. Святитель Фаворет провидел те скорби, те гонения, когда человек будет лишен божественной литургии. Единственное, что могло утешить, поддержать, это обращение к священному писанию, которое дало возможность во всех трудностях, гонениях, вагерях помнить о Христе, вспоминая слова священного писания, которые на понятный для нас язык перевел святитель Фаворет. Когда мы говорим о святителе Фаворете, надо учитывать, что это была личность консервативная, если не сказать больше, реакционная. В том хорошем понимании слова реакция, реакция здорового организма на появившуюся в нем болезнь. Он написал, что новые идеи, по сути дела, могут быть и полезными, способствующими развитию русского общества, приносящими пользу русскому обществу. А воевать-то надо против идей неправославных, идей анархических. Что существует в мире две силы, Россия и революция. И одна одновременно с другой существовать не может. То есть революция, по его понятиям, должна была Россию христианскую, православную уничтожить, а другой неправославной России быть и не может, и не должно. Современник митрополита Филарета, министр просвещения, граф Уваров, в знаменитой триаде «Православие, самодержавие, народность» выразил идеал земного устройства России как триединства веры, власти и народа. Святитель Филарет, предвидя, что этому идеалу будут противостоять богоборческие и антигосударственные силы, к Уваровской триаде добавил свою и внес в нее энергию действия. «Любите врагов ваших, сокрушайте врагов Отечества, гнушайтесь врагов Божьих». В XIX веке, так же, как и сейчас, было очень много всяких течений вне христианства, или которые по-своему оттолковали учения Христа. Существовало огромное количество как масонских лож, так и радикальных иллюминатских. Декабристы в основном были масонами, многие приезжали к иллюминатам. На время святителя Филарета выпало первое революционное потрясение – восстание декабристов 1825 года. Вдруг открылась та бездна, которая потом распахнется в 1917 году. И страшно представить, что происходило бы с Россией, если бы к власти пришли декабристы. То, что написано «Естолин» в русской правде, заставляет содрогнуться, хотя бы начать с того, как предлагалось решить национальный вопрос. Предполагалось, скажем, собрать всех евреев и заставить их маршем идти из Польши и из всех остальных мест России в Турецкую империю и поселиться в своих местах на земле обетованной. Так же собирались декабристы поступить. С мусульманами. Декабристов изображают чистыми идеалистами. Но известно, что они предлагали, как можно скорее уничтожить царскую семью. Попросту говоря, если бы декабристское восстание, мятеж получил бы успех, то гражданская война в России вспыхнула бы на сто лет раньше. Уже после подавления декабристского мятежа святитель Феворет в письме к наместнику Лавры, архимандритову Афанасию, говорит ему о том, что Господь уберег Россию от страшного бедствия. Некоторые люди, более других доверяющие своей мудрости, работают над изобретением лучших, по их мнению, начал для преобразования человеческих обществ, говорил святитель. Но нигде и никогда не создали они тихого и безмолвного жития. И хотя он был монахом, стремился постоянно к уединению, но тем не менее он не мог и не хотел выйти из жизни русского государства, русского общества. И когда начались великие реформы, московский святитель оказался причастным к этому историческому деянию. Когда в начале 1861 года был подготовлен текст манифеста об освобождении крестьян от крепостного права, Александр II прочитал этот проект и сказал, что он не годится. И он повелел попросить московского златоуста митрополита Филарета заново написать текст манифеста, который в окончательном варианте был написан на подворье лавры за два дня. В то же время святитель понимал, что русское общество, сдвинувшись со старых основ, еще не укрепилось на новых. Он относился осторожно к этой реформе. Он считал, что освобождение крестьян происходит медленно, но именно так, как и должно происходить. Любая ломка, кому-то это благо, кому-то неблаго. Он боялся излишних свобод. Освобожденные от земли крестьяне становились потенциальным порохом для будущих волнений. К сожалению, в то время уже зарождается нигилистическое движение, революционное движение. Подвергалось сомнение самоосуществование русской церкви. Митрополит Филарет успел застать это движение, исход которого задолго предвидел. С его смертью рухнул огромный столб, поддерживавший своды православия на протяжении целой эпохи, именуемой веком Филарета. В храме Христа Спасителя, который строился по вдохновению, благословению и по мысли святителя Филарета, теперь покоится его мощи. Вот его слова. Слова духовного полководца и провидца. «Береги Россия и возжигай сильнее твой домашний свет, потому что за пределами твоими, по слову пророческому, языческая тьма нисходит на землю». Православная Россия еще обучалась благочестивой жизни христианской нравственности по катехизису митрополита Филарета, когда в подпольной России бывший учитель Сергей Нечаев уже сочинил свой катехизис-революционер. Спасительная революция, которая уничтожит в корне всякую государственность и истребит все традиции. Его идей подхватили террористы-народовольцы. Они были атеистами, и заповеди «не убей» для них не существовало. И кто знает, что было бы с Россией еще в конце 19-го столетия, если бы на смену растерзанному бомбой террористов царю-освободителю не пришел император Александр III. Он быстро и решительно покончит с революционным подпорьем и на 13 лет установит в России порядок и покой. При нем был достроен и освящен храм Христа Спасителя. Детище митрополита Филарета он поднялся над Москвой, казалось бы, незыблем. Но и на царе-миротворца уже готовилось покушение. В нем участвовал Александр Ульянов. После казни Александра его брат, 16-летний гимназист Владимир Ульянов, сорвет с себя нательный крест и бросит его в мусор. Придет время, и устроенная им революция сорвет кресты с православных храмов и убьет первого священному ученика 20-го века, святителя Владимира. Это произойдет в 1918 году. А пока будущий московский святитель в сане архиепископа Картолинского и Кахетинского едет в Грузию. Здесь он впервые сталкивается с сепаратизмом. Грузинские националисты внушали народу, что самодержавная Россия враг Грузии. О том, как этот христианский народ страдал и вемирал по дыгам Османской империи, как сами грузины просились в Россию под защиту московских государей и как благодаря России сохранили свою веру, язык и культуру, не вспоминали. Неисповедимы пути Господни. В Тифлийской семинарии, которую, как экзарх Грузии, опекал владыка Владимир, учился тогда Иосиф Джугашвили. Его уличали в посещении тайных революционных сборищ, хранение нелегальной литературы и, наконец, отчислили из семинарий. Вождь, возникший из революции новой империи, сокрушит и сепаратизм окраин, и внешнего, казалось бы, непобедимого врага отечества. Он будет участвовать в гонениях на церковь. Но когда встанет вопрос о жизни и смерти, прибегнет к помощи самой церкви. И она будет молиться о нем, как когда-то молилась о римских императорах, пытавшихся ее уничтожить. Святитель Владимир стал митрополитом московским в 1898 году. В том же году в Минске состоялся первый съезд РСДРП. Кто тогда придал значение этому, казалось бы, ничтожному событию? И только митрополит Владимир проницательно назовет эту новую партию опасной политической силой, зерном революции. Владыка понял, что революционеры на сей раз избрали орудием разрушения государства российских рабочих. Он знал, что недавние крестьяне, оторванные от земли, от традиционной крестьянской общины, быстрее теряют веру и легче поддаются революционной агитации. Митрополит Владимир сам едет на фабрики и заводы и призывает духовенство обратить пристальное внимание на реальные нужды рабочих, чтобы вытеснить из их голов революционные идеи, ведущие к жертвам и кровопролитиям. Сдавай самодержание! Насрешу и свобода! Сдавай царя! Все отрицающие, все колеблющие, все разрушающие дух неверия, как язва, как смерть усиливается проникнуть не только сквозь наши двери, но и сквозь окна и щели и хочет во что бы то ни стало все у нас переделать по-своему, говорил архипастер. Революционеры-террористы и переделывали. Объявившие себя борцами за народное счастье, они выбирали и убивали лучших, верных царских слуг и патриотов России. В январе 1905 года бомбой, брошенной эсером-боевиком Каляевым, был убит великий князь Сергей Александрович, недавний генерал-губернатор столицы. А в декабре зерно революции проросло большевистским вооруженным восстанием. Свидетелем трагических, предсказанных им событий стал московский святитель. Сам митрополит занят делами милосердия. Он помогает овдовевшей великой княгине Елизавете Федоровне в основании Марфо-Мариинской обители. Эта женская обитель в Замоскворечье стала последним монастырем, построенным в дореволюционной православной Москве. Вскоре митрополит Владимир был переведен в Петербург. Кафедры, которые он занимал, особенности две последних Петербургская и Московская, это были кафедры императорского величества практически. И мы знаем, какое было положение в округе императора, как и сегодня, бывают люди нечистые на руку, нехорошие на язык, всячески стараются прикрыть свои грехи и уличить того, кто хочет им спасения. Так и стало и с священным учеником Владимиром. Он призывал людей к истинной вере, хранить единство церкви, хранить чистоту и святость веры. Надвигающаяся революция уже расшатывала церковный корабль. В высших властных кругах формируются силы, пытающиеся управлять церковью в своих корыстных целях. Преосвященный Владимир в делах защиты веры и церкви проявляет несокрушимую волю и абсолютную бескомпромиссность. Этим он навлекает на себя гнев царского и синодального окружения и в 1915 году фактически ссылается в Киев. Он очень не любил Киев, хотя он закончил Киевскую академию и когда уже киевская кафедра была его ссылкой, как он сам говорил, я уезжаю для того, чтобы возлечь вместе с преподобными. Его пророческие слова были сказаны и они исполнились. Сюда в феврале 1917-го дошли скорбные для митрополита вести, что государь отрекся от престола и в Петрограде произошла революция. Малороссия тут же провозгласила себя отдельной украинской державой со своей отдельной от русской церкви. Началась в революционном духе перестройка во всех малороссийских епархиях. Отстаивая единство церкви, митрополит Владимир не шел ни на какие уступки раскольникам. В своих митрополитчих покоях святитель чувствовал себя как в осажденной крепости. Есть такие записи, где свидетельства о том, что Келейник просил святителя, чтобы он уехал на некоторое время из святого города Киева. Но тот воспрепятствовал, что я не могу оставить свою пасту в эти смутные дни. В начале 1918 года Киев захватила Красная Армия. Вечером 25 января за митрополитом Владимиром пришли вооруженные люди. По свидетельству Келейника над 70-летним старцем глумились, душили цепью от креста, требовали денег. Никто не бросился ему на помощь. Иноки затворились по келью. Потом Владыку вывели на улицу. Окруженный палачами, он спокойно шел на казнь, как будто на служение литургии. помолился и благословил своих убийц. Он так и с согнутыми хрестами, хрестообразно благословляющими, так предстал перед Богом. это место, на котором был убит владыка, был убит зверский. Пылая злобой, они уже убитого митрополита искололи лицо и грудь его штыкали. Наутро прихожанки, которые шли на богослужение, они заметили убитого митрополита, который был практически в споднем белье и сверху только прикрыт лишь шубой. Фанагия, Ряса, Крест, Склобука, Драгоценный, это все было украдено. Святитель Киевский Владимир, так долго боровшийся с революцией, обличавший ее как абсолютное и безусловное зло, стал первой жертвой этой революции, первым святым мучеником из русских иерархов 20 века. Всего за полгода до своей трагической гибели митрополит Владимир, как первенствующий член синода, открывал в храме Христа Спасителя поместный собор. Главным и промыслительным деянием собора стало восстановление после двухсотлетнего перерыва патриаршества в русской церкви. Посреди растерзанной, истекающей кровью России, в которой уже началась гражданская война, соборяне поняли, выбор патриарха должен быть сделан не по человеческому разумению, а по воле Божьей. Решили довериться в жеребию. Господь указал на тихого и кроткого митрополита московского Тихона. Святителю Тихону предстояло пройти скорбный путь патриаршего служения в самые страшные годы 20-го столетия. Советская власть с первых дней своего существования очень четко и определенно дала понять и, надо сказать, до последних дней своего существования давала понять, что главным ее врагом является отнюдь не мировая контрреволюция, а все-таки церковь верующие люди. Вот с этим врагом советская власть сражалась, боролась всегда, неусыпно и неустанно. Опомнитесь, безумцы, обращается патриарх к новым властителям России. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это дело поистине сатанинское. Взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая, и от меча погибнете сами вы, взявшие меч. Он был очень смиренным человеком и в то же время совершенно безбоязненным. Это говорит о внутренней силе, говорит о святости этого человека. Святые и круткие люди. Но на самом деле, если нужно, они готовы идти на смерть, они готовы говорить с любым человеком, любого положения и говорить только правду. Бесстрашно заклеймил патриарх позорный и унизительный для России Брест-Литовский мир, заключенный большевиками с внешним врагом. Он был архиепископом виленским и литовским, когда началась война с Германией. Благословлял воинов на передовых позициях под неприятельским обстрелом и видел, как мужественно сражалась русская армия за каждую пять законных российских владений. В своем послании Совету народных комиссаров святитель скажет «Великая наша Родина завоевана, умолена, расчленена и в уплату наложенной на нее дани вы тайно вывозите в Германию не вами накопленное золото. Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью и вместо мира разожгли классовую вражду». Но человеческая жизнь, этот бесценный дар Божий уже была полностью обесценена. Современные исследователи считают, что голод 21-го года в Поволжье был искусственно создан самой большевистской властью. Когда начался голод в Поволжье, патриарх Тихон обратился к верующим с призывом собрать средства для помощи голодающим. И вот тут советская власть очень быстро сориентировалась. Она не дала церкви развернуть эту кампанию по сбору средств, а вышла как бы от себя, что это советская власть собирает эти средства, а церковь наоборот почему-то препятствует. Церковь не препятствовала. Напротив, для помощи голодающим патриарх благословил отдавать и церковное имущество. Но когда власть под этим предлогом стала отбирать святыни, он снова восстал. Мы не можем одобрить изъятие из храмов освященных предметов. Употребление коих не для богослужебных целей запрещается законами вселянской церкви и карается ею как святотатство. Конечно, сосуды святые или святые иконы являются настолько святыми, что за них еще в древние времена отдавали жизни. Ну и, конечно, люди, безусловно, стали отдавать жизни и в 20-м столетии, в это окаянное время революции. Масштабы погрома, которому подверглась русская церковь в связи с изъятием церковных ценностей, ужасают. Расстреляно и замучено 5409 монахов и монахин и около 3000 смещенников. Сколько при этом погибло мирян, неизвестно. Надо сказать, что в это же время госпирт не проставил. Водку гнали постоянно. Ну и, как говорят, хлебные эшелоны тоже в Германию не останавливались. Шли и шли. То, что советская власть изъяла из церковных ценностей на многие миллионы рублей, как писал вождь революции, только один процент пошел на помощь голодающим. И кто знает, куда и на что на самом деле ушли тысячи веками намоленных икон в драгоценных окланах. Тысячи пудов золота, серебра, алмазов. И сколько драгоценностей осело в сейфах революционных вождей. Сколько уплыло за границу. Известно, что только один хаммер, международный авантюрист, в обмен на три корабля зерна вывез из России те же три корабля бесценных древних икон. за сопротивление изъятию церковных ценностей московский рефтрибунал вынес постановление о привлечении к суду самого патриарха. Святителя заключили под домашний арест. Сначала на подворье Троицы Сергиевой Лавры, во второй раз перевезли в Донской монастырь. Здесь, в Донском монастыре, он не имел права выходить самостоятельно, гулять по территории Донского монастыря. Ему позволялось гулять только по этой галереи вокруг надвратной церкви. И люди, зная о том, в какое время патриарх гуляет, приходили с наружной стороны, видимо, внутрь боялись заходить, потому что здесь воинская команда стояла, и патриарх молча и благословлял. В общем-то, такое впечатление, что охраняли не патриарха, а от патриарха людей. К этому времени большевистская партия определила новую генеральную линию в борьбе с церковью. Развал и разложение церкви изнутри методами ЧК. Нашлись и подручные. Малочисленная группировка внутри церкви объявила о своем разрыве с реакционным духовенством и о создании так называемой живой церкви. Так было положено начало обновленческому расколу. Грубо попирая церковные установления, обновленцы отменяли патриаршество, вводили женатый епископат, упраздняли монашество. В храмах пели многое лето благословеннейшему совнаркому. Обновленцы и в делах своих подражали этому благословеннейшему органу. Если большевики захватывали имущество в масштабах которых не знала история, то вслед им обновленцы тоже именно таким же рейдерским захватом с помощью вооруженных чекистов заняли митрополитские палаты, присвоили документы, печати и объявили себя высшим церковным управлением. В газетах было сообщено, что патриарх отрекся от власти. Представьте себе состояние патриарха. Он был в полной изоляции от людей. Он слышит со всех сторон и особенно из уст чекистов о том, что церковь уже полностью отказалась от него. Что церковь полностью живая, обновленческая. У него были такие, конечно, большие смущения, а может быть это правда. Может быть все уже отошли, все оступились. Но огромная часть оставалась верной церкви. Огромная часть следовала за патриархом. Обновленческий проект по уничтожению церкви провалился. Но большевики не могли признать свое поражение в войне с церковью и ее главой. Можно поразиться той изощренности, с какой прорабатывались военные операции против церкви и ее предстоятеля. Показательный суд над патриархом должен был привести к окончательному решению церковного вопроса. Казнь святителя была заранее предрешена. Патриарха Тихона заключают во внутреннюю тюрьму Лубянки. Ее условия, по словам чекистов, были направлены на переработку человеческого материала в пыль, прах и пепел. Но собственная судьба святителя не волновала. В темнице, в венце мученика умереть было легко и радостно. Тяжелее было выбрать жизнь и дальше нести свой патриарший крест. Ведь судьба русской церкви по-прежнему лежала на его ответственности. и он соглашается написать покаянное заявление в Верховный суд. Нужно как раз было найти в себе мужество и предложить людям ненавистную власть признать. А потому что власть была уже, это был факт, состоявшийся факт. Потому что в 23-м году гражданская война уже закончилась и у власти стояла уже не кучка людей, которая захватилась насильная власть, это была уже власть. Наверное, уже логика потом ему подсказала, что эта власть надолго. И тогда он сказал, это власть от Бога. Она может быть в наказании народу за развратную жизнь, за уменьшение веры в народе, за расслабление духовенства епископата. Величие, святость говорит о том, что он не мог делать плохо, он не мог делать неправильно, поэтому он святой. Он искал Божью правду и на нее одну опирался. Исполняя волю Божию, он в одно время обличал и анафематствовал власть, в другое время по той же причине смирялся. Вопреки страху за свое имя, ставшее уже символом сопротивления безбожия. Вопреки риску потерять любовь дорогих ему людей. Эти кадры сняты в августе 1923 года в Донском монастыре, куда в день ангела святителя Тихона собрались тысячи людей. Народ сердцем чувствовал правду патриарха и, может быть, как никогда понимал правду слов Спасителя. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Кроткий и бесстрашный святитель Тихон оставался главным препятствием на пути безбожников к уничтожению церкви. 9 декабря 1924 года чекистами было организовано покушение на его жизнь. Выстрелы, предназначенные патриарху, принял на себя безгранично преданный ему келейник Яков Ползов. У патриарха участились сердечные приступы, и он был помещен в больницу Бакуниных на Остоженке. Но и в больнице невозможно было скрыться от сотрудников ГПУ, которые цинично допрашивали больного по нескольку часов подряд, выжидая момент, чтобы предъявить ослабевшему патриарху новое постановление об аресте. Но святейший патриарх Тихон на сей раз ушел от намеченного ареста. Ушел навсегда в заоблачные выси, к Царю Небесному, которому всю жизнь был верный слуга. Храм Христа Спасителя давно уже стал символом судьбы России и Русской Церкви. Его взрывали и восстанавливали. Какая судьба ждет его в новом тысячелетии? Мы не знаем этого. Знаем только, что война со злом продолжается. И зло в ней становится все изощренней и все безжалостней. К тебе, обольщенный несчастный русский народ, сердце мое горит жалостью до смерти. Братья, пред лицом страшного совершающегося над страной нашей суда Божия, соберемся все в круг Христа и святой его Церкви. Никогда враг человеческого спасения, дьявол, не употреблял столько усилий к разрушению Царства Божия на земле, как теперь. Но послушай, что говорит Господь апостол, а в лице его и тебе. Не бойся, ибо я с тобой. Вооружайся, христианин, мечом духовным, словом Божиим, обращай его острие против всякого слова беззакония, и никакое зло не будет для тебя непобедимо, никакая сила врага не страшна, и все оружия его сокрушатся. Духовные полководцы России оставили нам в наследство суворовскую науку побеждать. И в ней самую трудную и победоносную ее голову, как побеждать при видимом, казалось бы, поражении. И мы молимся о богохранимой стране нашей, властях и воинстве и я, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok